Детское радио представляет Буквоет Ну какие берестяные грамоты на кухне Там тетя Зоя принесла покупки из гастронома И это такая красота, что я прямо сейчас умру Не умирай, пожалуйста, Сима Тогда ты точно не сможешь попробовать то, что принесла тетя Зоя А что она, кстати, принесла? О, там несколько видов сыра Один с синей плесенью внутри Видимо, дорблю Другой сверху покрыт чем-то белым И так пахнет, что у меня перехватило дыхание Скорее всего, ты говоришь о камамбере Он сверху покрыт белой плесенью И действительно довольно ароматен А еще такой твердый кусочек сыра Прямо как камешек Похоже на пармезан Мой любимый остренький А еще сыр, заплетенный в тугую косичку Такой смешной Видимо, это армянский чечил Интересно, копченый? А уж колбасы всякой И ветчины тоже И студень в коробочках Такой прозрачный Ах, Остап, я даже не знаю С чего бы начала пробовать Всю эту вкуснотищу Да, я, Сима, вижу Ты настоящий гастроном Ах, Остап, ты все перепутал Гастроном – это такой магазин Где продается много всего вкусного А того, кто знает толк в еде Называют гурман Я давно это слово выучила И мне оно очень нравится Мне кажется, я настоящий гурман Слово гастроном, Сима, как и слово гурман Французское И в начале 19 века Гастрономами называли именно любителей и знатоков вкусных блюд Из французского языка оно и пришло в русский А еще во французском языке было слово гастрономия Оно было заимствовано из греческого И буквально означало законы желудка А слово гастроном в значении продуктовый магазин Уже начали использовать в русском языке Остап, давай мы с тобой потом про гастроном поговорим, а? Побежали скорее на кухню, пока тетя Зоя Все вкусное в холодильник не убрала Мне кажется, если ее очень жалостливо попросить То она нас чем-нибудь угостит Я бы не отказался от небольшого кусочка Наваристого студня с хреном